Субтитры создавал DimaTorzok Уходим! Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Главный у них Рановский Из бывших Шляхта Да ты проходи, проходи Обживайся На самый сложный участок Вчерашний курсант без опыта Невеста у меня здешняя Будущий врач Врач это хорошо Это всегда пригодится Вот это и есть дело Рановского Ну, мне пора Будешь в райотделе Заглядывай Молод ты больно Места тех не знаешь Людей Но запомни одно Если не ты их Значит они тебя Бывай До свидания Опер-уполномоченный Лейтенант Купревич Слушает Так точно Вот был еще утром Как не прибыл Алло Алло Ненадежная Это связь Чуть что Выйдет из строя И все Пиши пропало Словно отрезан От всего мира Кричи-кричи Не докричишься Ну-ну-ну-ну Поспрячьте же вы Свой наган Нехорошо Разговаривать С человеком С оружием в руках А вы я вижу Человек Не местный Обычаев наших Не знаете Рановский Рановский Точно А вы не безнадежные Вы арестованы Гражданин Рановский И вы все тоже арестованы Хочу сдать оружие И следовать за мной Вы ответите за свои преступления Повторяю Вы арестованы Попал Ладно Попал Поздравляю Первый день На службе Рановского Поймал Оставьте его Браво Браво Добрый вечер Анна Добрый вечер Пан Станислав Не ждала вас сегодня На вот Просуши Как сын? А Панночек уже спит Но ему лучше Намного лучше Он на днях На улицу Поиграть попросился И такой веселый был Ну и слава богу Все Вас ждет Разбудить? Не надо Анна А вы к нам Надолго? Нет На рассвете уеду Субтитры создавал DimaTorzok 1941 год 1941 год Минск Опять удрал к своим голубям Мам Мам Полетай Давай Курица горит О господи Ты батя артист Послушай Петр Я с тобой О Лешке поговорить хочу Так Письмо он прислал Ну По всему судя У него там вообще Не служба А малина Заливает конечно Понимаешь Ну а Еще Он женится Надолго Дает Петя Я тебя очень прошу Заедь к нему Разберись При первой же возможности Батя Ну вот И сбылась наша мечта Ты врач И моя жена О чем ты мечтаешь? О многом Нет Самое-самое-самое главное Для тебя что? Самое главное Для меня Да Самое главное Для меня Ой Ты А теперь честно Честно Самое важное сейчас Взять Рановского Кого взять? Рановского Ну и конечно Всю его банду Понимаешь Для меня это Дело чести Что же это за свадьба Такая Где же сваты мои? Опять ты за свое Чего тоску нагоняешь? Ты что за дочь не рада? А молодых? Горька? Горька! 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 Ты что? Красивая, красивая слава. Жалко мать с батей не видят. Да тут непростая оперативная обстановка. Непростая обстановка? Ну, выкладывай. Ты понимаешь, банда тут орудует. Я один раз с ними столкнулся случайно. Не готов был сразу по приезду. А они после этого как в воду канули. Главный у них Рановский из бывших. Да я бы сам эту свадьбу отложил, так родители Надежды уже все приготовили. Не отложишь. Понятно. Здравия желаю. Здравия желаю. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться к лейтенанту Куприевичу. Обращайтесь. Я за вами, товарищ лейтенант. Как за мной? У меня же свадьба. Война, товарищ лейтенант. Алло. Алло. Минц. Минц. Алло. Нет связи. Приступайте. Товарищ капитан. Лейтенант Куприевич, вам задание. Отправляйтесь немедленно с группой Бараташвили под селищами немецкий десант. Врага уничтожить. Есть, товарищ капитан. Товарищ капитан, разрешите обратиться старший лейтенант Куприевич. Брат? Брат. Очень хорошо. Отправляйтесь вместе, людей не хватает. Товарищ капитан, разрешите связаться с семьей с Минском? Нет связи, товарищи. Стой, стой. Стой, стой. Всем тихо. Прекратите разговоры. Рассредоточиться. Не отставай. Не растягиваться. Не выцовываться. Надо обойти его смысл. Не кройте меня. Не кройте меня. Не ветерю. Не брос situation. Не трейдюче. Стой, стой! Иди, стой! Стой, стой. Стой! 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 Добрый день Здравствуйте Кому я обязан своевременной помощью? Мой именем Рановский Дворянин Без имения Эрих Штольке Офицер вермахта Как мне вас отблагодарить? Советские деньги или немного золота? Лучше помогите избавиться от большевиков От этой чумы Если повсюду нам будут так помогать То им недолго осталось Пора уходить Все здесь? Позаботьтесь о раненых Германии очень нужны люди, способные подняться Над интересными своей расой и личной корыстой Я верну вам ваше имя и ваше имение Держись, брат Тебя ждем, браток Жить надоело? Давай сюда Помогите ему Помогите Помоги Давай, давай, давай Тихонечко Слышь, лейтенант Давай с нами Нет, мне Не назад Ребят, мне Вернуться надо Давай, помоги Быстрее Давай быстрее В овчином полушубке С ремнями накрест Шапки-ушанки О, сидит Татьяна Андреевна Тебе тоже пора уезжать Да куда? А Петр вернется И куда мне с двумя детьми? Ну, сама подумай Муж Участковый Ты Учительница Да неужто немцы со мной воевать-то станут? Езжайте Ну, бывайте Стой! Руки вверх Брось оружие Я свой Лейтенант милиции Алексей Купревич Давай вперед В штабе разберутся Кто-то есть А вот еще Скажи Вот К примеру На какой улице У нас в Минске Скотиной торгуют? На Сторожовке Правильно А вот скажи Где в Минске Второе отделение милиции находится? А? На Комаровке Угадал А А войлочная фабрика Где валенки делают Там еще Татарские огороды находятся А? Да пошел ты Вот ты и попался А? Раскололся, диверсант? На колхозной Здорово они, брат, вас там готовят Опять за свое А вот еще Тровец, шо ты тут байки травишь? Там без тебя командир, как без рук Что? Та я тебе говорю О, стоп! О, стоп! Почлись! Все подрытие! Стой! Да куда? По-дебесарам! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что? Барахлит машина! Здравия желаю! Здравия желаю! Да кто его знает, что там случилось? Искра в колесо попало! Может и попало! Ничего, справимся! Разрешите документики посмотреть? Что случилось, лейтенант? Да все в порядке! Обычная проверка! Ну, это дело хозяйское! Вещички позвольте осмотреть? Пожалуйста! Продолжение следует... От батальона меньше сотни осталось... Минск занят немцами... Связи нет... Где линии фронта, если она никто не знает? Товарищ майор... Я думаю, надо к своим пробиваться... Лесами, болотами можно выйти... Вот что, лейтенант... Берите-ка на себя командование разведвзводом... Разведчики без командира остались... Есть! Старшина Масальский! Товарищ майор, старшина Масальский... По вашему приказанию прибыл... Знакомьтесь, старшина... Ваш новый командир... Лейтенант Купревич... Старшина Масальский... Ладно, лейтенант... Приступайте к своим обязанностям... Есть! 1941 год... Зона Можайской линии обороны... Зона Масальский... Чувствуйте! Идите,éricанство? Зона Масальский... Зона Масальский... Зона Масальский... Шаропляйте Чешутся на этих негодяев. Дай душу отвезти, командир. Охрану не выставляют. Тылы не прикрывают. Самоуверенные. Ох, самоуверенные. За мной. Субтитры сделал DimaTorzok Давай. Распрыгайте, хлопцы коней. Дорегайте, спасибо. Разгрузить машины. Собрать оружие. Живность быстро разнести по домам. Ясно? Ясно. Все, выполняйте. Глянь, командир. А я-то думаю, зачем гусям такая охрана? Вот так подфартило. Да так не везет даже новичкам. Сейфы срочно доставит в штаб. Резонно. Сейфы срочно доставит в штаб. Западная Белоруссия. Прошу вас, господин Штольке. Вот это и есть мое родовое гнездо, которое отняли у меня большевики. Ваши предки понимали толк в жизни. Мне у вас нравится, господин Ироновский. Здесь комфортно. Спасибо, господин Штольке. Прошу. Великолепно. Интересуетесь шахматами? Да. Сразимся? Пожалуйста. С удовольствием. Смелее, господин Ироновский. Знаете, почему вам часто не везет? Вы боитесь проиграть. Вы нервничаете. Слишком нервничаете. Это плохо. Славяне вообще эмоциональны. Поэтому ваши цели часто нелепы. В них нет настоящего величия. А нет величия, нет и государства. Возьмите, к примеру, моих офицеров. Как они спокойны. Спокойны и выдержаны. Мои офицеры могут быть для вас хорошим примером. Спасибо, господин Штольке. Я обязательно последую вашему совету. Пан Станислав. Прошу меня простить. Пожалуйста. Что, Анна? Тут к вам пришли. Пан Станислав. Заступитесь. Ради Христа заступитесь. Что случилось? Мужа моего. Немцы забрали. За что, почему? Ничего не сказали. Ну так там разберутся. Заступитесь. Ради Христа заступитесь. Вы же нас знаете. Мы же здесь все свои. И меня знаете. Помните? Я с вашей пани царство ей небесное старалась. Ребеночка вашего спасала. И спасла от него. Тогда доктора отказались. А я спасла. Ребеночка вашего спасала. Мы же здесь все свои. Вы же мужа моего знаете. Заступитесь ради Христа. Попросите, чтобы его спустили. Если взяли, значит, есть за что. Ступай. Как? Как есть за что? Вы же нас знаете. Мы же здесь все свои. Заступитесь ради Бога. Все. Заступитесь. Хватит. Вон отсюда. И больше сюда не приходи. Никогда. Сегодня же заберете мальчика и вернетесь на хутор. Я сам вас буду навещать. Хорошо, пан Станислав. Вот видите? Уже лучше. 1942 год. Оккупированный Минск. На ком шон, сайс мне. Да, альман. 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 А! Что случилось? Немцы. Голубку убили. Держись, Володька. Держись, сынок. Это же не люди, а звери. 1942 год. Вяземская воздушно-десантная операция. Берем этих. Голубку убили. Голубку убили. Добрая охотка, сынку. Твои языка сразу. Да так не везет даже новичкам. Пошли. Плюха, сынку. Ах ты. В лесу давай. Что вы временно не можете говорить, я знаю. Но слушать вам врачи не запретили. Задобытые вами секретные сведения противника, вы представлены к высокой правительственной награде. К ордену боевого красного знамени. Слышен. Спасибо. Тебе, ребятам твоим спасибо. Браток, ты не представляешь, такое большое дело вы сделали для фронта, для победы. А жизнью ты обязан старшине Масальскому. Он тебя на своих плечах вынес. Товарищ генерал, немцы ударили по позициям соседней дивизии и прорвали оборону. Госпиталь оказался на острие атаки немецких танков. Разрешите срочно эвакуировать раненых? Эвакуируйте. Есть. Немедленно. Держись, браток. Кто старший? Кто старший? Кто старший? Я старший. Почему не отправляйте машины? Пока всех не погрузим, не отправьте. Немедленно отправляйте. Танки прорвались. Прекратите истерику. Вот тут прям. Давайте сюда скорее. Осторожнее, ребят. Надя. Скорее, скорее. Наденька. Миленький, потерпи немного. Скоро отправим. Скорее. Это же Лёша. Лёшенька. 1943 год. Западная Белоруссия. Необходима карательная операция. Да, господин Штольке. Сообщение, господин майор. Партизаны взорвали мост. Район уже оцеплен. Ясно. Будет лучше, если карательной акцией займетесь вы. Мои люди могут и хотят сражаться с противником. Но не знаю, готовы ли они участвовать в карательных акциях. Оставьте Рановский. Я всё про вас знаю. Вы уже давно готовы ко всему. Согласен, господин майор. Впрочем, мы можем обойтись и без вашего участия. Господин офицер, это же сын Рановского. Миленький, родненький. Прошу, 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 отпустите, господин офицер, это же Содрановского. Отпустите нас, не креста. Шаистан. КОНЕЦ Нянечка, пойдем домой. За что нас хотят убить? Моя! Моночек мой! Мой жиреленький, воротничкий. Люди, давайте попробуем выбраться. Может, хоть кто уцелеет, все же сгорим. Телегой давай, мужики! Отойдите! Мой жиреленький! Мой жиреленький! Мой жиреленький! Мой жиреленький! Мой жиреленький! Мой жиреленький! А-а-а-а! А-а-а-а-а! Сын мой! А-а-а-а! 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 Иногда они бывают тяжелые, слишком тяжелые, невыносимо тяжелые. Но ради идеи... Ради великой идеи... Ради какой идеи? И если бы вы были немцем... Для вас бы не существовало подобной дилеммы. Холодная русская зима. Но я не немец. Что вы сказали? Игбин кайн, дойча. А-а-а! 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 А-а! А-а-а! 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 Астеровой ты, Володька. Да бывает. Юпревич, там к тебе пришли! Миди! А-а-а! Мишка, тебе чего? Волочка, не ходи домой. Там немцы с обыском. Твоих родителей арестовали. Не ходи домой. Ну все, я пошел. Эй, пацан, ты это, далеко ли путь держишь? Я сын Михаила Купревича. Он в Минской типографии работал. Его и мать вчера немцы арестовали. Его партизаны должны знать. Иван, это парня к командиру. И это, и обратно давай. Хорошо, я мигом. Значит, ты говоришь, Купревич. Татьяна Андреевна, не вошли это родственник? Валузенька. Валузенька родной мой. 1943 год. Западный фронт. Приготовиться к танковой атаке. Главное, не торопиться. В тылку вверх, но не переворачивайся. Перебеем. Перебеем. Мелько убит. Принимай взвод. Там танки сейчас пойдут в атаку. Уже пошли. Стрелять по пикоте. Приготовить гранаты и пузырки для танков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Автоматчиков на правый план. Вива! Товарищ капитан, приказы не отступать. Отступать нам некуда. Володька! Володька, бегом домой! Товарищ военный, а какое у вас звание? Генеральский. А вы что, правда, с передовой? Правда, правда. Ну и как там дела? Хорошо дела, хорошо. А скажите, скоро конец войне? Скоро. Ну что, ехать можем. Непременно, можем. Заводи. Дяденька, а, дяденька, вы на фронт? На фронт, дружок. А меня с собой возьмете? Подрасти малость возьму. В госпиталь, похоже, не успеем. Да нет, в госпиталь я никак не могу не заехать. У меня там товарищ ранен, и он мне жизнь спас. Ну, точно не успеем. Да это всего семь верст. Семь верст, понимаешь? А ты говоришь, не успеем. Поехали. Честно возьму, бывай! Слушай, земляк, в палате курить не положим. Давай. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Я хотел бы поговорить. О фронте вам рано думать. А я считаю, что не рано. Поберегите свой запал. Да, доктор, миленькая, уж больно вы того. Горячитесь. Во-первых, не миленькая, а военврач. Капитан медицинской службы Василевская. Заготите папиросу, марш свою палату. Слухаю. Ясно. Тихо, 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 сынок. Кто тебе разрешил вырываться сюда? Сестричка, ну я прямо с передовой. У меня одна минута. У нас обход идет. Ну, пожалуйста, мне очень надо. У меня товарищ раненый. Скажено тебе, нельзя. Да мне вот так надо, ну, мамаш, ну. Ну, нельзя, родной, нельзя. Ольга Ильинична, ну скажите вы ему. Не положено. Я мига, мамаш, на минуточку, я быстро. Сказано, не положено. Ну, не положено, значит, не положено. Я мига, 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 мига. Здорово, братцы. Старшина Масальский здесь? Здесь. Да куда я денусь? Тут очки. Командир. Да в новых погонах. Лови. Со звездочками. Здорово, Леха. Здорово. Братцы. За ваше здоровье и за нашу победу. Ага. Уйди в твою макалку. Да что это такое? Что тут происходит? Мамаша, мы это... Будет тебе мамаша, папаша, я все понял. Я... Куда? Добрые люди в дверь выходят. А, понял. Ухожу, ухожу, ухожу. Перегрелась? Да не должна. С передовой? С передовой. А потом опять на передовую? На передовую. Ну, будь здоров. И вы. Ольга Ильинична. Подождите. Подождите. Я сейчас, сейчас. Вы извините меня, я случайно здесь оказался. Сегодня. День рождения моей дочери. Машеньки. Ну, вот видите, а у вас глаза мокрые. День-то радостный. Дочка на год старше стала. Сколько ей сегодня исполнилось? Одиннадцать. Исполнилось бы. А сегодня вот похоронку на мужа получила. Ольга Ильинична. Я вас очень хорошо понимаю. Я сам только перед ранением узнал. Мою жену и двоих детей вместе с односельчанами каратели сожгли. Деруш, точно не успеем. Успеем, жми нога. Товарищ командир. Товарищ командир. На, держи куцелок. Что случилось? Приши, командир. Дай-ка. Командир, все в порядке? Нашлась. Милый, дорогой мой Леша. Здравствуй. Наконец мне сообщили номер твоей полевой почты. Вот пишу тебе, а сама не верю, что письмо дойдет до тебя. Что ты действительно дотронешься до листков. Будешь держать их в своих руках. Ольга. Oui. Кто здесь? Я вас не боюсь. Ну-ка, выходите! Да не собирался я вас пугать. Я искупаться хотел, простите. Ну вы хотя бы отвернитесь. Дайте я оденусь. А потом купайтесь. Ну все. А можно я вас провожу? Вы же купаться хотели. Да я уже передумал. Ну проводите. Ой. 3 июля 1944 года в результате успешного проведения военно-стратегической операции «Багратион» войсками 1-го, 2-го и 3-го белорусских фронтов освобождена столица Советской Белоруссии, город Минск. Играет музыка. КОНЕЦ Разрешите идти? Идите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я опять к вам. А, вам к капитану Иванову. Сейчас, давайте я вас провожу. Вам сюда. Добрый день. Здрасте. Я по поводу мужа. Как фамилия? Купревич. Капитан Купревич Петр Михайлович. Купревич. Есть. Да ты пойми, мне человек по зарез нужен. И не просто человек, а человек с опытом. Где ж я тебя возьму с опытом? Нет у меня людей. Разрешите? Купревич. Здравия желаю, товарищ полковник. Живой. Так точно. Ах ты мой хороший, рад, рад тебя видеть. Ну что, принимай свою территорию. Работы много. Хозяйство надо поднимать. Там пока у тебя военные работают. Но это ненадолго. Надо налаживать мирную жизнь. Товарищ полковник, за что? Я же боевой офицер. За что вы меня в тыл списываете? Я же здоров, как бык. Ну подожди, не кипятись. Никто тебя не списывает. Работы у нас много. Здесь тоже фронт. Бандиты, Леша, обнаглели, обнаглели. Надо навести порядок, Лешенька. Нам позарез нужен боевой офицер с опытом. Есть, товарищ полковник. Ну вот и ладненько. Вот и замечательно. Давай-ка поступаешь в распоряжение подполковника Васильева. Рад знакомству, капитан. Присаживайся. Знаешь что? Назначаю тебя начальником отдела по борьбе с бандитизмом. И вот твое первое задание. Выявлять всех, кто пособничал немецким оккупантам. Кто участвовал в карательных операциях. И привлечь их к ответственности. И поверь мне, служба здесь не менее опасна, чем на фронте. Я правильно говорю, товарищ полковник? Правильно говоришь, Александр Александрович. Не легче. Задача ясна. Так точно. Ну вот и хорошо. Когда сможешь выехать, Алексей? Сегодня же. Только дело одно улажу. Ну вот и славненько. Заканчивай дела и на службу. Есть. Разрешите идти, товарищ полковник. Бывайся, Александр Александрович. Спасибо тебе, полковник. Береги парня. Стоящий. Будь здоров, Алексей. Доктор Милая, скажите, где я могу найти военврача Надежды Купревич? Вам нужна Надежда Леонтьевна? Очень нужна. Бесконечно нужна. Просто необходима. А вы кто? Я ее муж. Муж? Муж. А она отбыла вчера с эшелоном. Как отбыла? Куда отбыла? С войсками на фронт. Война ведь еще не окончена. Сегодня, 8 июля в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует облесным войскам Первого Бенорусского фронта. Взяли. Взяли. Точно он. И я одет был в форму капитана. Форму с убитого фронтовика снял, Гарб, на себя напиарил. Ждите меня в машине, я поговорю с начальником госпиталя. Есть. Сестрички, где я могу найти начальника госпиталя? Попричь. Ольга Ильинична. Ольга. Ты живой, Петр? Я искал вас. Да я тоже, ответили погиб. Да, да, меня уже вычеркнули из списка живых. Чудом остался жив. Немцы сбили наш самолет, когда я с группой должен был десантироваться для подрывной работы в районе Баранович. Приземлялись на лес в темноте. Трое моих товарищей погибли, а меня подобрали местные жители. Две недели отлеживался у них, пока не переправили к партизанам. А тут и наши войска подошли. Теперь командуя отрядом по борьбе с бандитизмом. Субтитры создавал DimaTorzok Я больше никуда тебя не отпущу. Слышишь? Никуда. Я не могу без тебя. 1944 год. Западная Белоруссия. Капитан Купревич слушает. Да. Понял. Выезжаем. Дежурного. Дежурный, капитан Купревич. Оперативная группа на выезд. Здравия желаю, товарищ капитан. Здравствуйте. Сюда. Вот здесь. Непонятно, товарищ капитан. Оружие не взяли. Да и с продуктами порядок. Я по накладным проверил. Ясно. Бандиты бы так не поступили. Они продукты сразу забирают, но и форму с оружием тоже. У одного из убитых отсутствуют документы, вещмешок с пайком. Что еще? Ничего особенного. Понятно. Ну что, есть что-нибудь? Да нет. Ничего новенького. А здесь? Я здесь. Надо на местности искать. Давайте прочешем лес и окрестности. Огневых контактов избегать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Поймите Смерти я не боюсь Да и что такое смерть? Мгновение в целом быть ей человека и ничего более Жизнь прекращается гораздо раньше Она прерывается каждый раз, когда теряют смысл Вы арестованы, гражданин Рановский Ванюша, осторожно Петенька, подожди, я посмотрю, когда наш поезд Только недолго, Оля Никуда не уходите, я возьму билеты и сразу к вам вернусь Хорошо, мама, успокойся Спасибо Мама, мама, там наш папа, там папа Мама, мама, там наш папа Там папа Что? Там наш папа Спасибо 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 Можно? 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 Товарищ капитан Да Вот этот майор, что нашел свою семью, должен был... Впрочем, не важно, не важно Передайте мне, пожалуйста, вот эту самую сумму Хорошо, я милю Товарищ майор, вам записываю Спасибо Родной, как я рада, что из нас двоих хотя бы ты нашел свое счастье Прощай Плачет белая береза У советного окна Разлучила нас не время Разлучила нас война Разлучила нас не время Разлучила нас война Закружила 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 Разбросила Закружила И судьба На всех ко дна Время доброе Венчала Время доброе Разлучила нас война Сердце стонет, сердце плачет Там обида, там вина Все могло бы быть иначе Разлучила нас война Все могло бы быть иначе Разлучила нас война Но когда-то за победу Выпьем горького вина За любовь и за победу Чтоб быстрей пришла она За любовь и за победу Выпьем горького вина Плачет белая береза У заветного окна Разлучила нас не время Разлучила нас война Разлучила нас не время Разлучила нас война Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok